Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать о произведениях искусства и их интересной судьбе. И сегодня мы находимся в галерее современного искусства, но интерес вызывает не это, а совершенно необычные экспонаты, которые состоят буквально из бутылок и так далее. Давайте пройдем и посмотрим, что же находится внутри. Здравствуйте! Масафа, я понимаю, встречали. Проходите, пожалуйста. Спасибо. У вас прям все необычное. С первого же шага понимаешь, что куда-то попал в какое-то место. Да, абсолютно верно. Мое пространство посетители называют «Зазеркали». Скажите, как вообще возникла идея, как появилась одна из первых работ? Что подтолкнуло? Может быть, какое-то событие? Событие такое, которое не дай Бог никому пережить, я попала в аварию. Я вообще-то в обычной жизни, в прошлой жизни была врачом. И кто-то меня на ходу остановил, перепрограммировал и поручил нести вот эту миссию или, я не знаю, как назвать, людям. Доносить информацию. Доносить, да. Давайте посмотрим поближе, какой он сработал. Центр, да, шаг. Это не моя работа. Это... Последователи. Да, это работа воспитанников наших. Это конкурс «Жеребенок». Ну, 6 лет, 6-й раз мы провели этот конкурс. И вот каждый вот этот цветочек, каждый, вот, прислан нам на конкурс с каким-то ребенком из... И все это объединяете? Со всей России. 72 региона России, 8 стран мира мы смогли объединить вот в этом конкурсе. Земной шар, я понимаю. Это земной шар, цветущая планета. 4 года она стоит под открытым небом. Смотрите, материалы какие, бутылки, вот то, что... Ложки, я так понимаю, да, что тут еще? Это вот... Сестра упаковочная, кендер-сюрприз. Тут вообще даже не перечислить, а вот упаковка, какие-то крышечки, упаковочная ткань, металлические эти алюминиевые бутылочки. Я ведь по образованию врач, и не очень сильна вот в этих всех определениях современное, несовременное искусство, все. Я, конечно, стараюсь свое, вот, недостаток образования, или вообще отсутствие образования в художественном... Тобио, профиле. Да, профиле восполнять. Ну, мне кажется, есть эмоциональный фон, либо тебе это нравится, то, что делает художник, и, значит, это уже определенную ценность имеет, либо ты просто проходишь... Абсолютно, абсолютно так, но часто же мы... Я стараюсь посещать галереи, выставки, биеннали, фестивали художественные, стараюсь быть в струе, но я что вижу, что... Ну, какой-то тупик, провал, депрессия, и мало-мало, очень мало... Света. Света, мало людей, которые могут четко сделать какой-то посыл миру, вот. Может быть, он и есть этот посыл, но он это вот про себя любимого, вот. А то, что... Вот, ну, много же всякого... Ну, то есть, по словам, внутренние переживания. Внутренние переживания. А мои внутренние переживания, они... Они внешние переживания, потому что мне очень жалко землю, я не могу смотреть спокойно на то, как она превращается в звук. Ну, проходите. Сюда. Вот это самый большой зал пространства, крытое. И я его называю «Волшебной страной». И называю ее по названию самой большой работы, которую я сделала. Давайте пронесем поближе. Так. Угу. Бумага. Ай, не только бумага. Вот угадывайте еще что. Так, что же здесь у нас еще есть? Так, ну, пакеты я вижу. Еще. Так, ребусы просто. Значит, здесь финансовые документы. Это журналы рекламные. Я это понимаю, над этим сейчас строитесь. Ну, это еще, да, он в работе находится. Ну, вот уже, да. Ну, я... Как-то мне пришла такая идея рождения ангела. Вот это ангел большой, взрослый ангел. И он принимает откуда-то из океана, из небытия маленького ангела. Ничего себе. Это ткань? Это ткань. Здесь какая-то емкость пластиковая. Вот это еще одна, другая. Это, я точно знаю, из-под творога. И ткань. Да, невероятно красивая. Да, где-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok